Добрый уже вечер, уважаемые коллеги. Действительно, тема непростая, и это большая проблема для всех клиницистов, кто занимается лечением меланомой, больные с плохим прогнозом. Кого мы можем считать и относить в эту группу с плохим прогнозом? Ну, прежде всего, наверное, глядя на эти слайды и вспоминая классификацию, можем с уверенностью сказать, что это пациенты с висцеральными метастазами, особенно в нелегочными, а также с повышенного уровня лактадигидрогеназа. Кроме того, есть данные о том, что к неблагоприятным прогнозам можно относить пациентов с высоким уровнем цирреактивного белка. И помимо этих показателей, можно принимать во внимание пациентов с плохим общим статусом по восточноевропейской шкале и с количеством пораженных органов более двух. Вот если посмотреть на эти кривые, то мы увидим, что при наличии хотя бы одного фактора разница выживаемости становится очень и очень существенной, катастрофически снижаясь практически до самого дна при наличии двух и более факторов прогноза. Почему лактадигидрогеназа? Одно из объяснений резистентности, первичной к контрольным точкам иммунного ответа, является теория, которая была предложена Отто Варбургом. И заключается она в том, что несмотря на достаточную оксигенацию, оксидацию опухолевых клеток, запускается механизм гликолиза. Опухолевой клетке нужна энергия для пополнения запасов, для активного отделения. И, естественно, увеличивается количество лактадигидрогеназы. Это создает дефицит в микроокружении опухолевой клетки, в результате которого снижается активность цидотоксических Т-лимфоцитов. Это, конечно, один из вариантов, один из механизмов объяснения именно вот такой неблагоприятной, я бы сказал, печальной ситуации с больными метастатической меланомы. И, кроме того, уже здесь упоминали неоднократно о роли бераф-мутации у пациентов метастатической меланомы. Хотя, на самом деле, это не строгий фактор прогноза, но, тем не менее, как фактор-предиктор, он работает безупречно, и мы видим ту разницу между пациентами, которые получают традиционную химиотерапию, имеют бераф-мутацию, и которые ее не имеют. Соответственно, это тоже необходимо нам учитывать. Я бы, наверное, выделил бы вот следующие факторы, которые относят пациентов именно к плохому прогнозу. Это повышенный уровень ЛДГ, статус ЭКОК больше нуля, количество пораженных органов больше двух, дисцеральная метастаза, ну и относительно фактора это наличие бераф-мутации. Если мы посмотрим, какие эффекты получаем у пациентов в данной категории при том или ином виде терапии, то первое, что пришло мне, например, и попалось на глаза, это работа, опубликованная Киэт Эмфлаерти, сочетание карбоплотина и поклитоксела или бесфор с сарафенибом при метастатической меланоме. И мы видим, что если у пациентов с нормальным уровнем лактат-дегидрогеназы эффект от добавления сарафениба практически отсутствовал, то при повышенном уровне лактат-дегидрогеназа эта разница была, она составляла два месяца. И это уже был первый сигнал к тому, что, наверное, монотерапия или полихимиотерапия, они явно недостаточно такой объем для проведения терапии этой неблагоприятной группы. Наверное, нужны какие-то другие дополнительные препараты, какие-то механизмы, которые мы мало, может быть, понимаем и знаем на сегодняшний день в лечении больных. Ряд слайдов некоторые уже показывали, я только остановлюсь на концептуальных моментах. Хочу сказать, что на комбинированной таргетной терапии мы видим тоже низкую эффективность применения препаратов и как в лечении КОБРИМ, и так в лечении КАМБИВИ были продемонстрированы. Достаточно низкая эффективность при высоком уровне лактат-дегидрогеназа и количестве очагов более двух. Всем известны работы. А что же для онкоиммунологических препаратов? Мы можем посмотреть результаты исследований КНОТ-01, где проводилась монотерапия пембролизумабом. Если уровень лактат-дегидрогеназа был 43% объективного ответа, то при двукратном превышении уровень оказался уже 7%. В 6 раз ниже эффективность наблюдалась тогда, когда был зарегистрирован высокий уровень ЛДГ. Пембролизумаб в сравнении с ИПИЛИМУМАБом. Те же самые данные. Очень низкая эффективность при двукратном превышении уровня лактат-дегидрогеназа пембролизумаба. Это реализуется в выживаемости общей. Вы видите, нижняя кривая пунктирная нам четко демонстрирует очень низкую эффективность этих видов лечения у пациентов с метастатической меланомой. Чекмейт 067. Известное исследование, которое нам продемонстрировало высокую эффективность комбинации НИВИЛИМАБа с ИПИЛИМУМАБом в сравнении с ИПИЛИМУМАБом. Вот три столбика. Мы видим комбинированная терапия при нормальном уровне, при повышенном уровне и при двукратном превышении. Из этих столбиков, из этих цифр мы можем сделать вывод только тот, что в принципе, наверное, комбинированная терапия обладает несколько большим эффектом, чем монотерапия или НИВИЛИМАБом, или ИПИЛИМУМАБом. А соответственно, в первую очередь должна рассматриваться более агрессивная терапия. И это мы видим по графикам выживаемости. Нормальный уровень лактат-дегидрогеназа, я прошу прощения за небольшие изменения при чтении компьютера, слайдов. И мы видим, что эффективность при повышенном уровне лактат-дегидрогеназа двойной комбинации НИВИЛИМАБа и ЭПИЛИМУМАБа была ниже на 20%, хотя сохранялись те же самые тенденции. И вот такие данные были получены при двукратном превышении уровня лактат-дегидрогеназа. Мы видим, что, наверное, вообще большого смысла не имеет назначения монотерапии в той ситуации, когда мы имеем у пациентов высокий уровень лактат-дегидрогеназа. И попытка нами хоть как-то исправить ситуацию должна наталкивать на мысль о использовании двойной комбинации. Очень интересные данные по выживаемости были опубликованы в этой работе, и мы можем использовать их в своей практике с той целью, чтобы как-то спланировать наше лечение. Здесь были анализированы различные исследования с таргетной терапией, с иммунотерапией, с химиотерапией. Вы видите, химиотерапия синяя кривая обладает самым худшим прогнозом выживаемости. И что очень интересно отметить, прежде всего для тех больных, которые находятся в плохом статусе, имеют высокий уровень лактат-дегидрогеназы, очень важны первые месяцы, первые этапы лечения терапии. Это первые 4-6 месяцев, и здесь наиболее выраженной активностью обладает комбинированная таргетная терапия, темно-зеленая кривая, и ей несколько уступает комбинированная иммунотерапия. Хотя в дальнейшем мы наблюдаем через 16 месяцев перекрёст, соответственно, мы в последующем можем использовать такую стратегию и тактику, когда назначаются на первом этапе ингибиторы БИРАФ, потом в последующем, не дожидаясь, например, прогрессирования заболевания, мы можем, наверное, как-то спланировать переход на иммунотерапию. Но это пока перспективы. На сегодняшний день мы просто анализируем те данные, которые получены при изучении выживаемости больных, получающих различную терапию. Первый график был получен для пациентов, находящихся в первой линии терапии, здесь вторая линия терапии. Мы видим, что уже нет такого преимущества у комбинированной таргетной терапии, здесь комбинированная иммунотерапия не сильно уступает, перекрёст наступает раньше, и эффект практически одинаковый. Соответственно, перекрёст на антипеди L1 терапии, он наступает 30 месяцев, и мы можем здесь думать о том, что во второй линии, наверное, больше имеет смысл назначать какую-то комбинированную терапию пациентам. Итак, то, о чём говорил Данил Игоревич здесь, на предыдущей секции, о том, что всё-таки как нам выбрать, какое направление для пациентов, берав мутантную метастатическую меланомой или комбинированную таргетную терапию, или иммунотерапию, прежде всего, наверное, мы должны подумать о том, можем ли мы вообще назначить тот или иной вид терапии. И критериями исключения для этих вариантов терапии служат кардиальные или офтальмологические состояния, исключающие антимег лечения, и активные аутоиммунные болезни, исключающие иммунотерапию. Недавно была опубликована работа, которая показала, что при аутоиммунных заболеваниях назначение иммунотерапии, к сожалению, приводит к не очень высоким результатам и довольно скромные полученные ответы, противоопухолевые. Естественно, необходимо учитывать кинетику болезни, объём опухоли, быстрый рост метастазов и уровень лататогидрогеназа для того, чтобы нам определиться с выбором первого этапа терапии. В частности, предложен вот такой алгоритм Карлайн Роберт, когда мы, прежде чем назначить лечение, должны подумать, а вообще мы сможем его назначить или нет, то есть учёт тех факторов в критериях исключений. Если мы не можем назначить таргетную терапию, конечно, ничего другого, как иммунотерапию, мы предложить больному не сможем. И на втором этапе мы должны, конечно, оценить, насколько быстро и кинетика рост метастазов происходит, насколько большой объём опухоли, отсюда уже мы можем сделать вывод, что назначить больным. Если это действительно так, то есть быстро растущие метастазы, то, наверное, подумать о таргетной терапии, исходя из тех кривых выживаемости, которые я показал при первой линии терапии, комбинированное таргетное лечение выигрывает, особенно в первые месяцы лечения. Но до настоящего времени однозначного понимания, что всё-таки лучше, комбинированная таргетная терапия или комбинированная иммунологическая терапия, нет. И поэтому мы с нетерпением ожидаем результаты вот этого исследования, которое будет опубликовано не раньше, чем июль 2019 года. Это последовательное назначение комбинированной иммунотерапии при прогрессии комбинированной таргетной, и наоборот, таргетная терапия, иммунотерапия. И вот этот порядок действий, порядок назначений будет, наверное, определён в результате проведения этого клинического исследования. В последнее время появились данные о том, что первичное назначение ингибиторов БЕРАФ способно быстро подавлять рост клеток, приводить их к гибели, высвобождение большого количества антигенов, за счёт чего снижаются иммуносепрессивные факторы и увеличивается противоопухолевый ответ. Это не замедлили использовать клиницисты, и было создано исследование Секамбит, которое в первых двух рукавах использует практически ту же последовательность изучения, что и в предыдущей программе, но добавляет третий рукав, в котором пациенты в течение 8 недель получают ингибиторы БЕРАФ и МЕК, в последующем прекращается терапия, назначается комбинированная иммунотерапия, и дальше при прогрессии происходит снова переключение на комбинированную таргетную терапию. Очень интересное исследование, и мы с нетерпением тоже будем ждать его результаты. Результаты вот этого исследования уже опубликованы, и здесь также заложен фундамент предварительного назначения комбинированной таргетной терапии. ВИМУРОФИНИБ КАБИМЕТИНИБ назначался в течение 1 месяца, 28 дней, в последующем к ним добавлялся АТОЗОЛИЗУМАП. Мы видим, что это тройная комбинация. Результаты были доложены на ЭСМО в 2016 году. Были получены очень впечатляющие непосредственные эффективность, 83%. Токсичность прежде всего затрагивала повышение уровня СТЛТ, 3-4 степени, в 17-13%. Тем не менее, переносимость комбинации была относительно приемлемой, хотя, конечно, по понятным причинам она была достаточно высокая. Аналогичное исследование с пембролизумабом, первая фаза, тройная комбинация доброфиниб, траметиниб, пембролизумаб, и мы видим тоже похожий исходный эффект. Видимо, именно комбинация различных по механизму действия препаратов способна, наверное, преодолеть какую-то первичную резистентность, у этой неблагоприятной подгруппы пациентов. Что бы еще нам могло помочь в определении тактики терапии, наверное, вот эта классификация, которая была предложена ТЭНГом в 2015 году, подразделение опухолей на 4 типа. Это ТИЛ-позитивный, ПДЛ-1-позитивный, в зависимости от инфильтрации опухоли CD8 лимфоцитами цитотоксическими и экспрессии ПДЛ-1. Второй тип – это полностью отрицательный. Третий тип – ТИЛ-негативный, ПДЛ-позитивный. Встречается всего в 1%, первые 2 – 38-41, характерные для меланомы. И в 20% встречается под тип, где ТИЛ-позитивный, но ПДЛ-1-негативный. Если мы исключим вот эту небольшую категорию 1%, она практически статистически незначима, и, наверное, можно будет убрать эту категорию пациентов, которая, наверное, выигрывает максимально от онкоиммунотерапии, особенно от назначения даже монотерапии ПДЛ-1 препаратами, то у нас останется две проблемные группы, с которыми мы будем работать в будущем более активно. И первая группа – это полностью отрицательный ТИЛ-негативный, ПДЛ-негативный пациент. И здесь один из вариантов стратегии терапии назначения ТИВЕК-вакцины. В частности, вы знаете, что эта вакцина представлена герпес-вирусом простого типа, первого, с вставкой из колоннестимулирующего фактора последовательности нуклеотидов, что позволяет высвобождать и стимулировать цитотоксические клетки, усиливая эффект терапии. Второй механизм, который может здесь помочь, – это проведение лучевой терапии. Я думаю, Наталья Владимировна более подробно расскажет об этом феномене. Тем не менее, это в ряде случаев позволяет усилить инфильтрацию опухолевых CD8 лимфоцитами цитотоксическими. Это приводит к синтезу пептидов, экспрессии их на мембране и повышению антигенной активности. Это реализовалось в абскопальном эффекте лучевой терапии. Он хорошо очень виден на этом рисунке. Вы видите, после длительного назначения неволюмаба возникала прогрессия. Облучение лишь маленького участка дало ответ по всем очагам. Ярко выраженный эффект и именно стимуляция лучевой терапии в освобождении этих необходимых для реализации эффекта иммунологических препаратов антигенов и пептидов позволила достичь такого результата. Сейчас запланировано и проводится такое исследование, где одновременно комбинация импилимумаба с неволюмабом и палеотимной лучевой терапией, возможно, даст нам новый толчок и импульс к повышению эффективности лечения. И последнее, на чем я хотел бы остановиться, это группа, где тилпозитивные больные, то есть опухоль достаточно хорошо инфильтрирована CD8 токсическими лимфоцитами, но, к сожалению, не имеется экспрессии PD-L1. 20% больных, каждый пятый, большая категория пациентов. И здесь есть такой феномен, как токлеточное истощение в процессе лечения при длительном персистировании антигена возникает снижение активности BTL-рецептора, а он снижает иммуногенность Т-лимфоцита, снижает высвобождение цитокинов и, к сожалению, даже воздействие на PD-1 постоянно не дает необходимого эффекта. В этом помогает ЛАК-3 рецептор, и первые данные о его использовании были доложены на ЭСМО, на АСКО в 2017 году по ОЛА-СЦРТ. И вы видите, что при высокой экспрессии ЛАК-3, даже, ну, не то что высокой, более 1% были получены очень и очень обещающие результаты. ЛАК-3 позволяет снижать супрессивный эффект CD4-терегулирующих лимфоцитов. О них тоже уже сегодня говорили в самом начале о том, что эти лимфоциты играют негативную роль. И ЛАК-3 позволяет параллельно осуществлять активацию CD8 лимфоцитов, то есть проявляя в большей степени их цитодоксичность. Соответственно, выводить клетки из состояния истощения. Какие выводы бы я сделал на основании этих исследований, уже полученных данных о пациентах неблагоприятной метастатической меланомы? Прежде всего, то, что пока на сегодняшний день мы вынуждены признать о том, что терапия этой подгруппы пациентов остается, к сожалению, результат ее не удовлетворительный. Для планирования лечения необходимо учитывать те факторы, о которых я уже подробно останавливался. И выбор пациентов все-таки в перспективе должен основываться на комбинации терапии различных по механизму действия. И обязательно с учетом противопоказаний к отдельным группам лекарственных препаратов. Спасибо.